так ладно долго ли коротко ли но мы продолжаем flowers против позитив гай 3 б 102 группы b кис квалификации с нг на мдл чингду такие дела собственно матч решает что-то теперь только для постигать потому что счетом если 20 не закончится гарантирует им проход в плей-офф на мажор если 2 они проигрывают то там есть варианты для форс уже все они точно вылетели тимур дота покидает собственно будет доигрывать но покидая это ничего не получив ни мажора ни минор не даже попытки пройти на них все мы с майлом продолжаем так майл майл а мы тут а мы готовы выползай из тумана доставай ножик из кармана выполз из тумана ножик достал четко четко я рад вот на самом деле конечно да интриги в этом матче становится маловато но пока еще интрига в группах у нас есть какая у нас интрига значит в этой группе у нас интрига получается за то кто поедет ну то есть все команды выходят вопрос куда они выходят выходят они на мажор или же на минор плей-офф ну да и опять же есть позитивы играть вторую точно мажор я уже только что рассказывал и вот дальше смотрим на следующий матч который решает все остатки и потом пятый матч тимур против navi флорс ничего не решающий не спросил будет вообще играться пока говорят что на текущий момент да матч должен состояться ну да 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 но но я тут подумал о том что у нас есть команды которые вчера скажем так решили не играть против виртус про команды решили не играть против егэ но просто не захотели то возможно либо navi либо флавер смогут не захотеть играть и финальный матч и как не было ничего первым командам скорее всего ничего не будет и вторым ну да но я сомневаюсь что это сделают navi потому что navi это как бы организации там скажут не не ребят давайте вы сыграете потому что мы не хотим потом мы вас как бы рано или поздно набреем нам еще дальше играть я понимаю а нам еще дальше играть собственно ситуация в группе гораздо интереснее потому что там только мутанты отъехали и там как бы тяжелая ситуация у в п потому что да конечно другой они проиграли 0 2 то есть как бы сами виноваты да у них еще один матч с этими с флешбеками ну смотри есть если допустим гипотетически флешбеки выигрывают 2-0 у олдов то тогда у в п достаточно будет выиграть по идее чуть ли не одну карту а потом чтобы чтобы и тогда в п на четвертом месте нет нет если если не обыграть в п 20 то это просто в п сразу нолик все по нужно будет верить хотя бы одну карту точно чтобы воевать с олдами за мажор да но тут с моей ситуации если флешбеки не выигрывают ничего то в п остается они также потому что них все равно финальный матч то есть именно концепт в том что если в это выиграть 2-0 то будет команда вьет четыре очка а лды четыре очка и в п нужно будет то есть обыграть там чуть ли не за чуть ли не за мажор можно будет зацепиться а вот здесь а лды выигрывать одну или две то в этом уже чуть не гарантированно максимум на минор поедут но калиброваться там это кстати тоже прикольно поехать на минор ну знаешь как в какой-то степени это особенно для молодых да 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 это отличная отличная идея потому что во первых денег за первое место минора дают настолько много что почти как этот как будто можно раскатался в этом есть смысл если ты любишь пофармить то едешь на минор поднимаешь первое место ешь на мажор ходили такие байки в прошлом этом сезоне да 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 но в прошлом сезоне все команды были такие во первых квал было слишком уж много да то есть тебе нужно было по-хорошему ты играл на квалах мажора потом на квалах минора здесь же у тебя одна квала то есть ты играешь там чуть даже не чуть больше ты играешь чуть больше только если ты проигрываешь квала на мажор в плей-оффе а если ты сразу и идешь в квала на минор. Да. Ну, то есть, будучи какими-то условными ВП, можно было сказать, что мы не хотим ехать на мажор, но мы не против кататься на минор. Играем даже, допустим, опен-квала. Для них не должно быть в сфере большой проблемой. Едем на минор, а там уже, ну, раз выиграли, ну, ладно, так и быть. Поедем на мажор. Все равно визы готовы. Мы их сделали заранее. И вот уже, глядишь, топ-1 здесь, топ-1 там. Была китайская команда на третьем мажоре, которая как раз через минор проехала. Вичи. Да, да, да. И вполне себе неплохо себя чувствовали. И они выиграли. Все так. Форманули и там, и там. Но у Вичи не было таких супер-новичков, на самом деле, вот которым прям так нужно было. Но тем не менее, им действительно тот опыт очень многое дал. Так, ну а у нас позитивные ребята решают андаинга взять себе такого душителя на линию. Но Миша сегодня уже играл на этом андаинге, показывал отличный перформанс. А это же вообще, помнишь, еще с спады у него. Да, но он именно сегодня как батя, в том плане, что цепляет его кор-персонажа, летит стрела, и он прямо, знаешь, возникает, выбегает, ловит эту стрелу, чтобы ближе были в тиммейты и так далее. Там он очень именно крутых моментов делал много на Водоту. Я вот подумал, что уже, наверное, никто и не помнит, что такое Водота. Да. И что такое спада? Собственно говоря. Подожди, не, это была не Водота, это была Электрик, это был какой-то этот Водота с синего, наверное, уже. Водота еще раньше была. Да, была, была. Так, сейчас я открываю Водоту, топ-10. Там Электрик, Мэйл, и там Электрик, сори. Да, да, я был прав. Ну, я прямо сейчас сделал, прямо Электрик на стриме. Мне кажется, Электрик был много где. Может быть. Ну, там, я точно помню, что, типа, все время было тут. Вначале тебе показывали короткое, типа, представление, там, и под конец типа, я Электрик, типа, one, two, three, там, и начинаются вот эти как раз-таки мувы, там, стрела под мы, еще что-нибудь летит и так далее. Яфис на эсэфе. Как Энэс грызет тангуса. One, two, three, let's go. И пошел поедать тангуса в лесу. Ой, да. Сейчас мы такие, конечно. Вот, знаешь, можно даже в каких-то юмористических таких шоу показывать, юмористических дота-шоу показывать старые хайлайты, типа, что раньше было хайлайтом. Там просто какой-нибудь. Ну, не, замечу, что, допустим, Вигас, вот, чтобы тогда пох-чам был, что сейчас было пох-чам с теми моментами. Потому что, даешь, этот, Сон Наги Серины, он просто не работает на героя. Ихс идет, он собирает руны, все прочее. То есть, было же круто. Да. Реально здорово. Я просто боюсь, что если мы сейчас покажем первую доту именно с тем графенем и всем прочим, вот это вот много кого отвадит. Да уж. С тем качеством трансляции. Да. Ну, нет, ну, с другой стороны, опять же, типа, все корабли, все в арт-стайла, там, или LGD-пуш, все равно снискало бы, я думаю, свою толку славы даже сейчас. Это был бы одноразовый, скорее всего, эпос в одну сторону, но хайпанули бы знатно. Так, ну ладно. Наконец-то новый герой, хотя бы, от флаворов. Феникс, это Огрмаг. Это Феникс. Да и Огрмаг, для них, типа, тоже не частый драфт. Минус Нага, минус... Умни Найт. Так вот. Да, Овник запеликал в прошлой игре. Кстати, это, наверное, первая игра против Гостика, в которой не забанили легионку. Может быть, легионку возьмем? Как тебе такое? Отличный герой. Сигнатурочкой. Да, да, много играл. Но, опять же, вот все игры были, и во всех его банили. Прямо вот первый банк всегда легионка, второй всегда был Ванглус. Ну, вообще, да, против Феникса смотрятся, да и против Фогра, так. Ну, знаешь, это не те суппорты, которые прям... Да и против Шейкера, я бы сказал, тоже отлично. Особенно, если в какой-то момент игра затянется, там 25-й пресс-за... Да, пресс-за-так по всем. Да, так можно Аганин собрать еще, то есть вообще на все плевать будет. Просто заходишь, убиваешь нужного тебе героя, все эти трое не сейвят. Но можно не прямо сейчас, но на вот закрывающей второй стадии, как раз четыре героя будет, и Максу там какой-то Пугневич улетит в бан, например. Чтобы не было сильно закрывающей там или ОД. ОД взять себе, кстати, вот сейчас, добрать легионку, забанить Пугневича, и все. И ты на коне. Оп, четко. Так, ну это прям... Ну это было легко. Это было... Ну так. Прям по сигнатуркам. Да, это... Давай, вот сейчас сложнее. Сигнатурку для ушей или для барабана. Не знаю, Урса. Не угадал, давай дальше. Не очень хороший герой против легионки. Не очень хороший герой против легионки, но, например, против алхимика часто берут на кэри. Урса? Нет. А, это... Ты понял. Давай так, у него нет когтей, он не говорит фузи-вузи и все прочее. Урса есть. Именно. И он говорит фузи-вузи. Поэтому это не Урса. Тебе нужно играть другого героя. Он не очень высокий, он сидел в тюрьме. А, ты... Ты просто... То есть ты меня... Как же ты лагаешь, Майя? Да, да, да. Ой, типа какой... Сейчас, секунду, я поменял сервак в Дискорде. Вот что. О, Д. Д. Или Тим. Р. Ой, блин. Так, ну это вроде не хлопануло. Сейчас попробую еще другой сервак. Не-не-не. О, все, работает четко. Я про то, что ты стал плотно лагать, я подумал, что это, может быть, интернет мой или твой. Но оказалось, что всего лишь Дискорд. Но это, видишь, ты реально занимаешь секунду? Вот я вчера, вчера сидел, комментировал, там, условно, да, 10 бестов этих. 10 бестов фейнгард. 5 бестов 2 серии. И вот игру через игру, ребята ставили паузу минут на 5, сломали TS-лак. И сегодня первая игра, гамбиты, ставили паузу, и ФНГ пишет, Дискорд, одну секунду. И реально через полсекунду все окно, типа, отжимает. Насколько же четко и топово все у них получилось? Да, знаешь, какой сегодня у нас был момент? Играют Олды против, там, вот этих вот мутантов, почти забирают Джиггернаута, и вот прям, ну, еще доля секунды, и Джиггернаут погибнет. Вильхер ставит паузу, потому что у него что-то там пролагнуло. Хотя он вообще даже не в драке. И когда пауза снимается, Джиггер успевает нажать стики и дать ему слэш. Потому что уже все, ну, знаешь, за паузу посмотрел все, что ты сделал. Ну да, да, все посмотрел. Так, ты мне там подсказывал с героем? Да, ну, я сидел в тюрьме. Я не угадал, но это был Сларк тот герой. Видишь, взяли морфа. Конечно. Алло, если вдруг что, то вот есть у этих, у Слизеринов, который Нага, который Слардар, один из которых как раз-таки был охранником, который остался живых, это Нага Сирена, а Слардар типа отправлен из другой каста следить за ней. Вот, Сларк сидел в тюрьме, из которой он единственный, кто убежал, из-за этого реальти рифтера, как она правильно называется. Как Слардар кто? Охранник, этот, следящий за Нагой Сиреной. То есть супервайзер. Типа того, да, то есть ее задача вернуть украденное, и она не знает где, но ищет и вот ходит по земле, а он следит за тем, чтобы она занималась именно этим, а не чем-то другим. А что Сларк сделал-то? Он, его чуть-чуть там где-то на пакосте, его посадили вот в эту тюрьму подводную, и он единственный, кто оттуда смог сбежать. Там было 7 человек, которые строили козни, в итоге рванули, а он там прокрался по-тихому, единственный, кто сварил. И поэтому Слардар, в том числе, и его должен вернуть и посадить. Прикольно. Ну, Слардар, да, реально неприятный Сларку дядя. Собственно, и получается у нас и Алхимик сидел в тюрьме, да? Да. И Лайфстилер, по-моему, сидел в тюрьме? Не, Алхимика посадили, потому что он кому-то обещал гуру золота, он ее сделал, только взорвал. Все, все к чертям, его посадили. И он в итоге там из какого-то мха, со стен собранного, сварганил зелье, своему сокабернику огру, в итоге он там все развалил, и они выбрались, и он теперь на нем сидит. И Лайфстилер сидел, да? Еще Лайфстилер, да, сидел в тюрьме для магов, еще достаточно долго. И мне кажется, еще, судя по сеттингу, Лич. Нет. Лич вроде как упал в какую-то, эту самую, лужу и замерз в ней. Но в итоге, типа там, дух его не погас, и он когда его там то ли достали, то ли еще что-то, у человека как-то вернулся. Вот при еще не помню, точно не буду по этому рассказывать. Так, а у нас тут инвокер. У нас тут инвокер, причем, скорее всего, это куе инвокер. Ой, ку-ку-ку-вен. Без я сейчас все так играют. Вот насколько хорош морф против шейкера, а не с шейкером? Работает ли это так же, Конечно работает, а почему нет? Это только тебе... Ну, тебе вообще, собственно, ничего не нужно. То есть ты точно так же становишься шейкером, точно так же разваливаешь кабинеты. Ну, просто когда у тебя шейкер в твоей команде, ты в любом времени говоришь, подойди ко мне и становишься им. А тут надо его найти. Вот единственный минус. Смотри. Смотри, какой герой появился. Да, фурион. Это действительно интересно. Это значит, что у нас шейкер мид. Готов к этому? Ну, сейчас посмотрим, как этот шейкер мид себя покажет. Довольно интересно, на самом деле, всегда наблюдать за такими темами. Nature's Profit для Седова. Барабан это кэрри тимбер, шейкер мид. Я бы лучше сделал тимбер мид, кэрри шейкер. Я, кстати, мое то, что решил сложную загадку в своей жизни своей. Я смог собрать другое слово из букв ГАВНИО. Вагон. Четко. Все. Я прозрел только что. Перешел на новый уровень понимания доты. А я четко смог из букв ВАГ и Н собрать тоже еще одно. Ты хорош. Ты хорош. Ну, ты прозрел от этого? Потому что я прозрел. Да я не знаю. У меня как-то, знаешь, не этот. Ты просто двигался не в ту сторону. Не за покчанки. Ты взялся не за тот конец, Мэйл. Короче, Морф, превращающийся в Шейкера, мне кажется, это конечное. И времени у Флаурс ровно до момента. А, ну вообще, вообще, кстати говоря, вот Морф в Шейкер, он ведь почему еще очень хорош? Потому что он зачастую с Шейкером, то есть там он превращается в Шейкера, с бешеного радиуса дает кисуру, да, да, да. И потом Шейкер еще докидывает свои. Потом Шейкер докидывает свои. У, смотри, смотри, что он делает. Оба! Оба! Оп! Хорош! Я в детстве так же делал, кстати. А потом у тебя этот, попало стерла в спину и ты больше так не делал. Не, я, мне кажется, и сейчас могу, но это, это как ты знаешь. Ну давай так, в детстве я тоже так делал, но потом мне показали полузапись, короче, я там, ну, кругуляк крутил скорее. типа, да, не так эпично. Не, не, я делал нормально, но просто если я сейчас что-то подобное сделаю, мне кажется, охранники не поймут меня в нашей студии. Если того, куда ты приземлишься. Не, опять же, если вот на той эске, которая вот сверху висит, то все должно быть так. Да, что, просто памяткушку. Пытаюсь уронить сервер. Прям, да, у него как будто силовое поле перед ним какое-то. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Он прикольно так руками делает. Прикольно делает, да, видишь, они тут петером собрались, явно хотят нахалявить фраг, собрать пару баунтирун, потипали друг друга. Интересно, вот ребенок инвокер, а можно ли сделать какого-нибудь персонажа, наоборот, дед персону ему? То есть, вот кто у нас молодой? Алоху, например. Алоху, дед. Но он уже внутри. То есть, не алохо дэнс, а алохо дед. Да, и переехать в скобочек инсайд. Ох, эти дединсайдовские темы. Да. Так, ну и что, у нас сейчас будет выход, сейчас будет встреча, возможно, тени из бочины. Ниша тоже забегает. Но они побольше отгоняют здесь. 2-2 посвапались. Гостик отправляет против Фуриона. Сограм в топ, он должен вроде как справляться. Снизу Фениксу будет тяжело. Тем более с Тиммером. Ну вот, в чем сейчас сила, опять же, ты берешь, в чем сейчас сила, надо говорить, обязательно. Ну так вот, ты берешь такую даблу, чтобы она что-то могла сделать. Выигрываешь легко, выигрываешь сложную, например, на любую из линий. И ряжешь на того персонажа, который свою линию выиграл. Но как можно выиграть линию Феникса мы и Тиммером? Это же вообще не стакающиеся персонажи между собой. У них вообще ничего для друга нет. Ни статов, ни замедлений нормальных. Ничего. Заблочили хрипов, чтобы ушли под вышку свои. И сейчас Морк просто выезжает в сторону своего, как говорят, с хайграунда. И там все так спокойно на фулфрифарме стоит. Тиммер ему особо не мешает на данном этапе игры. А Зомикс плюс 12 шатает с кабинета. Тут сверху, смотри, какая штука неприятная. Неприятная. Что там есть? Да, есть Блайтс Стоун. Еще не хватает турбофенома, ради что на Огра. Когда в гости сильно страдал. Я ничего не взял. Но на самом деле прям очень непросто гостик. Он еще взял Отца, чтобы убежать. Но ему бы и пресс за так, чтобы там подхиливаться, регениться. А, и Барабан сюда пришел. Против Леги. Посвапались в итоге. Феникс уже второй. Возвращается. Накидывает птичек. Да, посвапались. Теперь профит против шторма будет стоять. Ну и поехали уже. Миша в топ. Просто будет еще один слаб, за Барабаном и едут. Возможно, и Морф перекатиться, хотя он Левел 2 возможно может здесь и постоять теперь. Барабану супер неприятно получать ДиКей. Взял Левел 2, хотя бы начнет в ответочку пилить. Да, 11 ворует силу, другой ворует силу. Прикольно. Ну и снизу Морф действительно на полном в рефарме. Тинни немножко помогает. Да, нацентрился самый, наверное, интересный не должно происходить, потому что шейкер. Я все вспоминаю шейкер от Сумаила где-то в этом все каком-то турнире, где они приезжали. Фавориты, и он там просто каждую игру все равно новым героем в одной из них вот показал Суламит Шейкера и развалил такие кабинеты. Ну, кстати, это заинтересно, только что посмотрел, дал он на Чан Тотем получить баф. Умрет, наверное, кстати, только что. Ну, это было печально. Офиссура нет. Офиссура нет. Он еще может пить после тычки. Да, все вроде живет. Нет, я про то, что Инвокер дал крутой настолько торнадо, что убил тех ревов, которые хотел, заодно снял баф Тотема. Прикольно. Да, я еще краешком там его таким подцепил прям самым. Ну, вот это большая проблема для шейкера, то, что с регеном у него все плохо. То есть ему нужно сейчас четвертую минуту ждать он не сможет. Его здесь запилит Инвокер, постоянно будет тачковать. Нужно какой-то хил привести. Причем побольше, чтобы отхилиться, еще было про запас. А, он просто побежал домой, да, отпушив линию. Ну, это, прямо скажем, это прям потеря инициативы большая на миде. То есть у него было все хорошо, а вернется он, когда Инвокер будет уже, ну, большого левела, да. Самое главное это левел все-таки. И левел, да, левел. Ну, из плюсов, опа, фб, барабан, доигрался. Крючий морф подкатил, сейчас здесь будет фармить. Феникс тоже тут, как тут. Гостик улетает вниз. Феникс сейчас этот, может, бакси все-таки с левелом. Вот в такой игре, возможно, как раз таки то, что у Феникса есть левел, это и является их ключом к победе, потому что сейчас он от левела 3, поэтому левела 4, как бы у Марфу совсем не нравится. Стоишь, что-то там не хочешь переливаться, в одну сторону хочешь другую, ты сперливаешь тоже, все плохо. Убошло в Марфа нападение, очередной Суларип. Пытает захерить, и вот она вот, душка идет, посмотри на него. Бедного ЛТВ. Смишь тоже кучера, он получает. На Огру норм. Огру реально хорошо. Там мы, тем временем, Оргон развлекает шейкера как может. Шейкер выкладывает перед ним перчатки. Так, 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 все, выложил, отпился на полную опять. Ну, Оргон, в принципе, только маны жертвует, но стоит на фулл хп, мешает шейкеру фармить. Правда, пока что шейкер все равно своим тотемом доставляет слишком много неприятностей. Минус очень много маны. Почти вся. Кстати, кстати говоря, качать тотем, это довольно спорное решение. Мало того, что тотем начинает стоить дороже, так у тебя еще и минус один дизейбл. То есть, ты так можешь дать тотем, дать четвертый авторшок оппоненту, потом дать фиссуру, дать четвертый авторшок. Ну, и, соответственно, ультимейт. А здесь что получается? А здесь получается только с ультимейтой и... Плюс пять минах коса, но плюс сто процентов твоего урона. Сейчас, возможно, опять умрет. у него никакого регена не осталось, и... сильно повезло, что не хватило маны у эргона, чтобы дать торнадо. Побаунь, зато в этот раз собрали хорошо. Три уже точно их, возможно, заберут и четвертую. Четыре, да, как-то плохо сыграли в этом плане. Да, шейкер, почему еще заберет, ему это вот максимально нужно, чтобы перезарядиться. У него есть боттл для этого. Так, ну и в топе какая-то катавасия происходит, куча героев, и... теник может даже и догорит, если попасть с него еще одна птичка или танкниками, как-то зайти. Нет, ладно, птицу у него не стали кидать, попали в морфа. Семстик, в любом случае. Да, рассмотрена гостика. Третий уже моментов кураж. Просто зашел за вышку, за крипов, стоит фармит, то же самое делает под своей вышкой барабан. Ну, опытный легион Чумандер. Получается так, ну, понимает, где просто может найти фарм, это хорошая опция. Сидуху убили в топе в это время. Да, и вот так вот верхняя линия вроде бы стоит неплохо, но вот легкие подфиды дают шанс дайер. Очень неплохой. Так, выкидывают под вышку огра, мне кажется. Вот та самая момент, когда вроде бы это была скорее ошибка, чем хороший мув, и дожигают иммершины. Ну, из кого угодно, но не огра. Слишком много хп, слишком много армора, слишком много возможностей танчить вышку. нам писали, что нельзя на Марфе больше превращаться в свои. Я слышал, слышал про Аганим. Тебе рассказывали про него? Нет, не существует такой вещи. Да, парень прав. Я не удивлен, что его... Даже мувот, понимаешь, который ему выписал действует, и тот шарит. Да, это затриггерило. Сейчас Иргон смог добить ренджевого крепа, потому что катапульс с лограунда по нему мясануло. По крепу. Знаешь, вот как долго такие моменты в жизни тебе приносят радость? То есть вот ты такой, типа, с одной стороны ты испытал чувство радости, но с другой стороны насколько ты быстро это забудешь? Наверное, в момент, когда следующего крепа ты не сможешь добить. Да, он его не смог добить, кстати, следующего. Потому что катапульт его добрала. Да. Тем временем опять Седой у нас нафидел. Рядом во время там плотное нападение на гостиков. Три героя там очень далеко бежит. Мансую на скорости. Похоже, что убегает. Инвокер, посмотри, как плотно просадил тавер. Здесь два рейнджа катапульта. Шейкер, конечно, возвращается. А, атака инвокера. У него нечего прогрессить. Бах, бах, бам, бам. Жестко. Так, ну, слушай, формально-то не только что развалили ребенка. Замечательно. Да. Рекомер, что поставил вард сразу сломали. Его также видят. Может быть, попробует забрать. Ну, есть телепорт. Сбить нечем, можно просто читать смело. Сейчас еще Феникс убьет. Нет, ладно, не хватает урона. Феникс и Брейсер, много хп. А теперь нет маны на телепорт. Вот это жадность. Сгубила камень. Алчный камень. Слушай, ну пока 3-3. И нет какого-то такого большого преимущества, как в первой игре, где-то прям сразу же с места в карьер все бросилось. Но я ставлю на то, что морфа шейкер получит, ну точнее, морф получит свой... А здесь ему, в общем-то, даже аганим получается и не нужен. Не нужен, потому что ты хочешь прыгать на шейкере. Типа того, да. Нет, тут еще концепт такой, что с одной стороны у тебя ноль кор персонажей, с другой, там сколько-то фурел, возможно, что-то может, там шейкер, конечно, кого-то какие-то скилы повязает. Но обычно они не об этом. Настройственный морф, легионка, инвокер, который тоже выходит. И с команды слева, если не удастся запушить за 20 минут, они просто никогда не выиграют. Да. А за 20 минут, ну... 10 минут уже почти пошло. Можно, наверное, на Неперси переключиться. Ну и да. Морф топ-1, легионка, неплохо себя ощущает. У инвокера не все хорошо учитывая тот фит. И то, что его шейкер немного обденал в центре, но... тот свое потом как-нибудь да доберет. Учитывая, что такой инвокер через Куе всегда делает вес, который здесь нужен, и против того, что Феникс кого-то хилит, на которого, кстати, вошло нападение, и сейчас убьет морф. И на Тимбер тоже кидается, ну ура. Причем морфую еще оставили. И вар, да. Красота. Взял маску, причем орбитку. Две простых маски, одну вот хилищую. Очень приятно с этой хилищей маской постоянно. На фулл хп стоять можно. Сейчас вот как раз перекачивается, перекачивается в ловкость, практически полностью восстанавливает все хитпоинты. Баунти руны. На этот раз Дайр забирают две. Я все жду дуэли от Гостика, ну рано или поздно, но он как-то, знаешь, он не делает ставку такую на то, чтобы пойти там задуэлить кого-то. Чуть позже начнется дуэль. Опять же, он опытный, легенок. Тут иногда неважно, есть ли у тебя плюс 100 урона на 20 или их нет, если у тебя есть слоты для того, чтобы в дальнейшем их делать. И он именно выфармливает какие-то вот сейчас барабаны сделает, какой-нибудь даггер купит. Может быть, силер, чтобы убивать тимбер и не давать им слайки набирать. Ну, что-то такое. БКБ просто возьмет или огонь. Тут гостика перекрывают. Время на дуэли. Первый пресс за атаку, поэтому не так много он захилил себе и не хватило здоровья. Ну да, мы здесь втроем обошли. Опять же, в дальнейшем я допускаю, что он просто нажмет дуэль, морфосов, как-то сюда, шотган, этой адаптивной страйке, как бы за этим дуэлью и закончится. Шейкер. Эко слэм, но не так много урона, как хотелось бы, дает ему Бладласт. Шейкер раздувается, супернова Феникса, хорошо, но шейкера должны будут забрать или нет? Нет, нет, не забирают. Отлично получился файт. Легионг еще и не достает по нему пиро с пылом. Это что же, цветы у нас тут близки к тому, чтобы, ну не то, чтобы прям близки, но делают какие-то первые зарядки. Хотя бы, это наверное первый раз конечно это делают именно со старта игры, потому что у них была самая первая игра тоже хорошая, они взяли морфошейкера себе, но очень долго выфармливали, когда-то дофармили, когда-то у них морф подключился и стал делать пару фрагов, но очень много где барабан подфиживал лишний раз. Мансует от вышки в итоге, забирает ее. Ну вот, а здесь как-то сразу подключили, сразу какие-то скиллы и живут сразу, что-то начало получаться. Но опять же, время ограничено, время до морфошейкера, так сказать. Хотя вот пока ЛТВ делает себе Яшу. Ну, инку, он тут наверное не будет делать, не могу сказать, что это прям супер артефакт. Седой. Находят Мишу, закрывают Мишу, убивают Мишу. Да, там еще сцены параллельно по 1 барабану и жили у него с уроном. Небольшие нестыковочки случились, 40 паригена, 35 армора, его просто так не взять. Веса нужен. Узасу и его скоро будет. Может даже не веса, а просто какие-то герои, которые бьют именно с руки. Потому что легенка перетягивается на топ, но здесь сейчас много крипов, можно было дать кем-то первый спел, очень хорошо получилось. И что, прям так вот побежал? В троих? Да, До смерти заходит, типа. И еще один герой, ну я даже не знаю, что они хотят тут сделать. Спасают. Пока скорость хотят просто убежать. Ну ненадолго. Ну получилось. Очень странная игра от ПГ. И дальше тут опасно. Может быть четвертый стан Огра, довольно-таки болезненный. Очень странный выход от легенки, прям от слова совсем. Ну, Морф вместе, ага, Морф делает себе Этериал и потом Аганиль. Ну возможно, опять же, рассчитывательно под легионку. Чтобы было что ворваться, потому что гости тоже сейчас именно делают себе даггер следующим слотом. И просто начать файт с того, что где-то врывается легионка, и врывается Морф, убивают одного, и там 4-5 воюем. зомби ставят тамбу, колд снэп, и ещемп. кроме ультимаэта в такой ситуации. Его забирают. Да, очень неприятный фраг. Ергону отдает немножко золота, 288, также зомби чуть прокачивается. И самое главное, Тинни. А Морф-то 7000 имеет тем временем. Морф очень хорошо идет. Ничем его тормозить, пока непонятно. кто, если соберет, кто будет из Эйбла до Бастиана. Если делает Фреон, под него счет нападения, гостик там, забегает, чуть дуэль не кинул. Ну, легионка значительно такой более прочный персонаж в один на один. Особенно вот сейчас уже со шмотками с 10-м уровнем. Как со шмотки с третьим хоражом. Тост не можешь пробить, если дерешься. предоставят решать. Резко. Тебе как против факса. Против факса они скорее даже руинят. Ты, наверное, здесь тоже. Кстати, Феникс, Мидас и скоро 10-й и талант на ГПМ сможет очень-очень много отфармливать. А, Эммершн, Эммершн, 8-й. Ну, даггер скоро 700, голды осталось 800. Ну, им пока нормность. Их не жмут, им не ломают здания. Выход на баунде на 15-й. Вот сейчас можно на дуэль дать первую. Но профит умирает раньше. Он умер. Просто закончился. Гостик. Гостик куда-то бежит. Выманивает на себя, чтобы руны собрать. Даги 3 собирают на свою команду. Две пока. Одна еще лежит. Тоже можно ее схватить будет. Наверное, он пытается иммершн пропилить. Надо откидывать гречку. Есть юл. Надо было откидывать. Тут не выжить от такого прокаста. Эммершн минус продолжает копить на блин, как легионка. Но вот у легионки вот-вот появится. Что по морфу? Морф Яшу сделал 2000 золота у него. Итериал, он, конечно, глинфует легионки. Выходит шейкер, дает личный ультимейт, но он соединен левел 11. Но хватает удара с руки. Четвертый тэм слишком много. 116 базовый дэмэдж, ПТ тоже на силу. Это нормально. Там порядка 500 урона. Да, да. Постучал хорошо, ему дали еще плодласт. И даггер у него есть под деньгам, а просто кто будет брать даггер или все-таки сразу попробовать выйти вагоним. Держи, подошел, говорит, стащите мне. Говорят, дружище, для тебя все что угодно. Хорошее окружение, фиссурой, пеньками. В итоге забирают его с помощью ультана через профита. Перетягивается инвокер. Че-то иммершин как-то подсел на фит резко. Да сегодня все теньки такие, ты грузаец. Хотя, может быть, ты и смотрел, где он там просто бегал, умирал, подмыв соло. Раз, два, три, у него было 0,5 на 8-минуте. Жесть. ЛТВ 2 900. А, он сразу начинает брать аганим. Он решает, Этериал подождет. Ну, вообще, почему бы и нет? Да. Ну, на самом деле, то есть, в кого-нибудь вратись, все хорошо будет. Можно превратиться в своего инвокера, дать рассказ, можно превратиться в свою легионку. В легионку дать себе баф, пойти вкатиться в кого-то, в Тифтини, дать второй рассказ. Хорошие вещи. Опять же, по идее, кстати, должно до сих пор работать, что Морф берет поляна, по поле на Тине, и потом в форме РФА дает тычки со сплэшом. Это что, не фиксере? Не слышал про такое, то есть, не считал. Ну да, я просто помню, как это работает, много ее юзали, а потом что-то как-то перестало заезжать, потому что там морфокоптер, морфошекер, все стало как-то совсем по-другому. Так, я сель готов. у Френа. Теперь, если легионка не будет его снимать, то можно и пробовать убивать морфа, но там тем временем даггер готов у Тинника. А ЛТВ без 500 монет. на Иргона нападает. Будет лист там? Инвиз. Да, она слишком быстрой. Убегает отсюда. Наезжают, кстати. Просветил, даже попал. Добрать нечего. в этом немного. На зоне поделок. Миша, Миша подхиливает, Миша захиливается сам, но сейчас его должны спилить, вот да, спиливает Мишу. Тамба стоит, можно накинуться на тамбу. Так и есть, так и делают, минус тамба. Но они ждут, они ждут, пока Морф дофармит. Он не хочет лезть, ему нужно 80 голды, вот очень неприятно, что сейчас все подошли. Еще шейкер, вы видите, сейчас можно дать ультимейт, начать рассказ. Морфа, ультимейт, ну все, включать перекачку. Неважно, подвесцелем или нет, просто хп стало больше. И вот он момент, когда Аганим готов. То есть, с одной стороны, жмут у нас рейтинг, с другой стороны, Аганим, и сейчас мы посмотрим. Просто Аганим на Морфе реально переворачивает игры очень-очень серьезно. Маны, правда, маловато, Ага, он решил просто... Что-то маловато, пацаны, вообще, ребята, раньше говорили всем. Все, перекачка пошла. Я, знаешь, я же видел эту игру, по-моему. Где все было хорошо, а потом перевернули? Где вот все вот идет, 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 идет хорошо, прям вот доходит до базы, в этот момент Морф покупает Аганим, и все, и до свидуля. Так, что у нас тут? Колснеп подвесцелом, неприятная штука. Барабан. Пилят Мишу, пошла дуэль, но пробить здесь, прямо скажем, будет тяжеловато. но вроде справляются, но не за дуэль. Дуэль не выиграно, тем не менее, фраг засчитан. Гостик должен погибнуть, но в последний момент... дали хут, нажал свой. В итоге живет, и продолжение атаки идет, и не прыгает на ход, минус Огр должен быть. Мультикас еще не прогает, да, дабл-кю для Марфа, он даже не сталкивает, превращается, он просто, просто дабл-кю, а вот и шейкер. Ну-ка, волна? Я волна, давай, превращайся. В теника. превращается в теника. можно кидать за шейкер туда-обратно. Да, кидаешь шейкер туда-обратно, а он еще и прыгает. Трипл-кил от Марфа, вот, с одной стороны, можно было сказать, ну вот видите, Аганим купил, и всех развалил, но на самом деле, Марф, по-моему, вообще ничего не сделал. Он забрал, да, три фрага, но ДПС его в этой драке был. Хотя нет, неплохой ДПС. Но, опять же, он не использовал даже свой ультимейт, да, то есть, мог купить этот Аганима. Ну, в конце на теник, и там нажал. Ну, да, но это не считается, это вообще очень-очень мало. Не верю, что он хотел шейкера взять, а когда нашли шейкер, уже как бы уже не нужно. Там гостик снизу зацепляет, надо кибербанду попробовать нажать, но я думаю, да перед в любом случае, там еще будет станет что-то Агра. Да, и гостик погибает. Без шансов. И обидно, что дуэль так он и не смог выиграть, то есть он давал в этого Тимбера. Аганим у Шейкера, готов. Так же. Маловато денег. Шейкер вот такой старт был, в итоге у него даже меньше, чем инвокера. Сейчас, конечно, прыгает в морфан, он успел в 4к, я же не представляю, как он среагировал. Каким макаром он, знаешь, заметил, каким краем глаза. ты играешь на морфе, если прям вот ты чувствуешь, ну, ты держишь на пульсе. Просто фиссура была явная. Если ты сконцентрирован на 100%, ты иногда даже специально как бы вот в такие моменты, когда что-то чувствуешь, ты так, ну, пощелкиваешь, пощелкиваешь так, немножко перекачиваешь. Как я вообще понял, немножко перебдел просто. Ну да. Так, и у нас 22 минута, 14-10. Ну, меньше 1000 перевесов в пользу ПГ, но опять же, не хмор, 12000. Морф не алхимик, морф-то реально может лицей разбить. Почти готово, манта. Или манта? Норманта. Лишь така. Приносит. И сейчас выход в спину видит шейкера. Ну-ка, 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 морфа шейкера, пошла жара. Давай, давай, становись. Четко. Да. Все, пиши, пропало. Шейкер, все? Не, выпрыгивает, но добьют. Феникс, все, просто за компанию. Ну и дуэль. Нужно оставлять на дуэль, надо хотя бы 10 урон дать, позволить получить. Ха, вот это тычка. Какая тычка. Ну да, или прыгай дальше. Видит тимбер, разбивает ему тимберчейн, есть юл, может посерединить какую-то резину, там временного. Да, вот это тычка, конечно, просто жесть. Просто жесть. Сейчас я посмотрю, какая-то. 800 урона по огру было, по тимберу было 662. 3600 нанес буквально за 4 удара. Да. Ну, морфа шейкер. Вот реально, морфа шейкера лучше, если вот прям нет четкого понимания, как против него играть или какого-то прям супер сильно закрывающего его героя, то, наверное, лучше не отдавать. ЛТВ слишком сильный становится. Аегис, манта, там еще кого-то зацепили. Это шейкер. Ты под колл снапом покажи шейкеру плохо. Да. Бум, в кабину. Минус шейкер. это верно. И начинают ломать вышки. Тут, в принципе, можно было бы сломать и сверху, и в миде, и где угодно, но... это явно кто-то играет с гемене. ДНК, бог из ДНК. Глядя на эту игру. Сколько у тебя срок службы? 25 лет. 72 успешных... 72 ликвидации. 72 успешных вылета на мейджор. Или вылета с мейджора. Или так. Но почему не восхитили мейджор. Потому что не каждый может попасть в движущуюся цель в двух километрах в поезде. Мне кажется, нет сейчас человека на тысячах. Не каждый может попасть в колесо к Миндосу. Да, да, да. Но сейчас этот... Я думаю, нет на тысячах человека в русском сегменте, который бы не знал наизусть уже эту рекламу. Я тебе больше того скажу. Я не то, что не знаю. Я ее практически ни разу и не видел. Из-за того, что я постоянно смотрю канал, на который я подписан, и там ее нет. А когда она вылетает, она у меня вылетает в основном как-то без звука. И я не слышу, что там говорится. Поэтому все вот эти пасты... Но даже я понял, откуда она. Так, здесь просветили инвокера, Огр. Огр будет сейчас больно. Или нет? Или... Он не смертельный. У-у-у. Какой слэм. Прямо... Какое яйцо. Все четненько. Ну, что делать дальше? То есть вы потратили только что все, убили легионку. А вот он морф. А вот... Here's Johnny. Или как там? Here's Johnny. Бабах! Следующего тащи. Прыжок. Бабах! Следующего. Кто следующий? Никто-никто еще остался? Погоня за шейкером. Нужно дать просто тычку. Бабах! Следующий. Где там Тимбер? Рабан. Пошла погоня. Он хочет жить. Ага. Но он явно не Нельсон Мандела, поэтому делать ему просто нечего. Даже не стал в тычке мою... Тычку в морфе давать. Возможно, кстати, зря. Но доезжает. Доезжает, допрыгивает. Ча-мурф умрет. Смотри. Не-не-не-не. Не должен. Скринь. Не должен. Так, имершен на опережение прыгает красиво. Так, еще раз каст все. Имершен забирает фраг. Ну, все, они всех убили. Немножко долго это происходило. Отдали инвокера, отдали легионку. Легионка опять ничего не золотала. А, она, то есть 18 урона получила, потому что первая дель, которая она выиграла, была в Тер-2. Забавно. Так, что? Сейчас почти шарган готов к итогам драки. То есть, теперь, когда морф... И так многое имеет. Теперь, в случае с докупки, скажем так, и голосом, у него шлопка станет еще больше. С урон с шейкера тотема еще вырасти. Ты знаешь, самая правильная стратегия сейчас для Флаверс, это не выходить шейкером с базы. Так у команды будет чуть больше шансов. Продать шмотки. Да, и вот он. Вот он шейкер, морфим стал. И все. Все. Ну, почти все. Сколько ты живет, можно попробовать залезть за ним подальше, но зачем? Еще и баф уже Аллакрити, пресс-зоатак там действительно очень много. Солар будет, пока только медалька. Еще не хватает еще какого-нибудь бафа формата. там, Ченовского или с Омни Найта, Хангли Грейса. Угла с того глава. Вот он, вот он. Ты посмотри на него, на этого красавчика. Это Игорь, это мой друг. Даже если еще вот этого не знаю. Просто косарь урона. Не, Игорь, Игорь довольно крутой чувак. Я вот как раз во время этого минора, где он в G играл с ним, пообщался, он там рассказывал, кто такие у G. А потом, через лет десять, он попадаст на тебя за изнасирование. Нет, это скорее навичи гейминг после того минора. Ну нет, вот так. Это просто все видели, а как вы там вместе куда-то ехали, это же есть вопросы. Он с олдами тусовался. Я бы сделал еще команду Starper Gaming, на самом деле. Это как Old Badgold, по-моему, и есть Starper Gaming. Это как есть, если что. Так и есть. Называется она не так эпично. Хотя у них хорош, наверное, мне нравится. Креник превращается в солнышко. А вот и Шики Рос. Ультимейт! Бабам! Вот это жесть. Если этого не хватит, я не знаю, что им делать. Не, Марфа убили, все ок. Все ок, они справились. Грамотный байт. Гаддам реально сделал дело. Это реально супер мегабайт. Как они повелись вообще? Шейгер Строн как-то умер. Умерший. Ну он, наверное, от отдачи, не знаю, бревна. Так, хочу посмотреть Fight Recup. Давай. Нормально. 3600 Шейги, 3300 Феникс дали. Зомби в итоге больше всех уронов ко мне нанес. 2300. А потому что он формировал... Ну, он что-то сделал, да, просто. Эхо слэм 416 урона нанес. Ну, сейчас, вот, как раз-таки, опять же, допустим, даже они там что-то потеряют. Я думаю, игра от этого не закончится. Все работает до БКБ-шек. Вот это вот тоже сейчас произошло. Или закончится. Да нет, все арестовцы. Не успеют, но с ним недостаточно товар-дамеджер. Был бы здесь 525-х левая шагов. Так, быть может, а тут они, видимо, даже барак засевят. Да, все меньше загорит грипов. Но выглядело, наверное, самый сочный хайлайт всех квалификаций только что был на всех регионах. Ну, что больше у байта, больше у этого... Такого развала я нигде не видел. Более жесткого х-слэма? Не-не, есть только одна вещь более жесткая, чем этот х-слэм, но не для трансляции. Кайя у Тиня. Хм, Кайя. Сэнджин Кайя. Да, они тоже уже фанятся, мне кажется. Ну, им-то не стоит. Им не стоит, но они фанятся. Так, можем повторить. В том же месте, встречаемся через 20 секунд. Да, огры нашли, зомби нашли. Байтит, байтит, байтит. Время дуэля. Он играет в бога? Да. 25 лет безуспешных мультикастов. Все, эхо-слэм откатил. Можно считать, откатил. Супернова тоже. Шекер пропушивает нижнюю линию. Делает БКБшечку себе. Ой, сейчас бы как шейкеры не пропушили. А кажется, его пропушат. Да пропушат. Три, два, один. Потратить тотема. Была ошибка. Можно попробовать себе вышку ударить. Лети, ну... Ты он пытался на земле дать, зачем ты? Да, зачем ты на земле? Ничего не понял. Он был недостоин жить, реально. После такого мула. И там уже в спину выходит Морф. Видит барабан. 15-3 зарядки способностей. Ну, это понятно для Морфа. И 20 секунд действия Морфа. Все ясно. 18 тысяч Морфа очень много. Еще и шейкер, в которого можно превращаться у врага. Но на самом деле, вот еще один такой супер мегабайт. И... Может быть, игра закончится. Может, в Сравне, да, хотя бы. Ну, видишь, БКБ начинает подъезжать. Лейнвокер есть. Для Морфа. В совершении собирать него было в планах. Почти были деньги, но в итоге решил, что... Не будет этого делать, не будет. Собирали потащить. Тип-то, вот, Сидова пытается подцепить. Не очень удачно. Не хочет лежать дальше. Сканирует, попали сразу в Достын. Он, как знал, прочувствовал, а не побежал. Он не попадает. На самом деле... Ну, на месте инвокера я бы даже не стал бежать в эту точку. Как он, собственно, и сделал. Потому что там... Да, да, смок атака. Выход на Морфа. Морф развивили. Потому что Тибир почему-то шел первым. Но вообще полезь дальше. Морф без БКБ можно поднять в ЮУ. Попробовать как-то подцепить в тайминге. Весел. Ой, этот, Лотус. Господи, Солар. Мы наводили в Доту. Сейчас мы, в самом деле, следующий патч. 8.0. Там куча всего добавит нового. Пусть соединят Весел, Лотус и Солар. Солар Орб. Или что должно получиться? Солар Орб. Что-то типа такого. Солар Лотус Орб. Барабан плохо. О, хороший Суперно. Очень неплохая Супернова. Зорвется. Бум. То самое, то самое случилось. Вот он Шекерос. У него линка еще. Так, а вот он Морф. А вот он Шекера. Ну слушай, они реально могли бы выиграть, если бы Шекера в драке не было. Ну, пока что они еще выигрывают. Правда, нападение на самого Шекера. Сейчас его и не будет в драке. Но он уходит. Так, так, еще одна тычечка. Нет, все. Да, вот. Причем импакт Шекера, он ведь вообще никак ущипал. Он там почти не нанес урона. Так, он даже не стал удивлять, нажимая эту драку. То есть он вошел, понимаешь, что все врут и так. Fight recap мне решили не показывать. А, это вон из-за этих ребят сверху. Продолжают сбивать, неплохо. Полет год дэмон. Живет БКБ. А зачем? Ну, видимо, что птицу не словить, а мы еще что-то дебаф, чтобы именно убить. Интересненько. Линка на Фениксе. Вообще, шутки шутками, а вот этот Феникс, он может здесь очень многое сделать. Потому что у него уже 20 уровень. У него Мидас. Он взял себе вот этот вот станц суперновый. И у него скоро Радиенс. И при этом еще есть Линка, которая я не совсем понимаю для чего. Ну, для сейва тиммейтов, там, допустим, кидаешь ее в Шекера, а вот они в драке как и сделали. И типа, может, не может ультимейтам быстро превратиться в него. Если Шекер купит БКБ, то, по идее, вот она та самая штуковина, которая может им помочь. Ну, нужно, то есть, чем-то будет сбить. Линку и только потом, может быть, заезжать морф. Прикольно. Ну, опять же, против регионов... Считаешь, что если лотос морф июзается, то герой должен иметь возможность превратиться в морфа. Ну, на котором лотос. Я понял, понял. Антимак должен превращаться, типа, в морфа и не давать морфу форму. Преактивация. Тут же ничего не понял, да ладно. Там, тем временем, боковой сиську пил морф, не стал добирать скадер. И бьет Рошана. Так, подходит, подходит. Вот Супернову можно очень крутую поставить. Ой, 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 как зоби отрезали. Правды, барабан отрезали. Так, ну что, дуэль пошла. Супернова... Рошана запилел. Супернова такая хреновая. И Рошана запилили, и Фуриона, и дуэль выиграли. Все получилось сделать. Морф там покатился. Айг сбили. Айг сбили, Морф. Да, линку дали поздно. В итоге Морф стал шейкером. Да, хотя вот тени можно забрать. Отлично, тени забирают. Так, так, один в один. Это был зомби, просто у него было много силы. Ой, прошу прощения. Морф накрывает двоих, получает стан в форме шейкера. Шейкер сюда прыгает. Охо, слэмон. И ЛТВ. ЛТВ живет. Все, перекачался. Дает адаптив, раскаст. В итоге шейкер... Шейкер, кстати, выживает. Грабана огоним, кстати. Он там неплохо. Мансует. Фиссуренко. А вот и Тинни. Но против мультикастера рановато дал пресс за атак. Нет, тинни все-таки живет. Какая затяжная драка. И никто не умирает. И это при том, что Феникс мог повесить супернову прям в Рошпит. Да, и был бог. И там, мы так забахнули. Регионг забрала обе слева, инвокер заберет обе справа. Да, сейчас, вот знаешь, когда равная ситуация по золоту, я бы сказал, что это не сильно изменит игру. Абсолютно равная ситуация. Так, Тимбер 2 Чакрама. А Егис, он, конечно, круто своровал. Ну, он там спилил Рошу. Что у нас еще? Вот Феникс. Феникс почти Рейденс. Будет Рейденс. После Рейденса агоним. И уже 25 уровень. И он может просто... Ведь фактически супернову может сбить только Морф. Ну, инвокер один не справится, я думаю. Как ты думаешь? Думаю, не справится. Я считаю твою пасту про Рейденс. Это не моя. Но, тем не менее. Который ты мне скинул. Я до этого ее не встречал. Я думаю, она только зародилась. Просто я еще представляю, живо эти голоса, которые с озвучки. Под самый конец особенно. Надо найти, кто озвучил. Попросите мне эту фразу записать. Или на донаты. Пусть Ярик стоит. На днюху ему закину. Которая прошла недавно. Да, действительно прошла. Недавно. Как молодость. Да. Сколько мы там? 30? 32? Между прочим, у него в один день с ФНГ. С ФНГ, да. Но у ФНГ при этом там каких-то 23-24. То есть он молод. И телом, и душой. Возможно, поэтому он как раз таки и не батер. Ну да. Так и есть. Да, только смотрел на морфа, который просто сломал тавер за пару секунд. Сочно выглядит. Блокер же взял по-любому на 20-м бафа лакрити. Да, плюс 50. Сильно решает. Так, и шейкера. Видят шейкера морф. Как-то бы подсветить его. Реденок вот сейчас увидит. Збить. Збить, прыгнуть за ним. Поймать. Дуэль. Четко. Ну все. Да. Ошибка. И дуэль выиграл. Но морф не стал. Брать шейкера в себя. Хотя мог бы. Ну, быстро бы закончилось на самом деле. Хотя, может быть, и успел накрутить делов. Ему там 3-4 прыжка. Так, а у нас феникс что? Радианс готов? Да, радианс готов. И теперь осталось сделать... Ну, я не знаю, что он захочет. Может быть, тут еще шива вариант. Типа снижение скорости атаки. Все дела. Доп-урон. Аганим, опять же. Это еще и подсифти мейта. Это еще плюс пару ударов. Но главным образом взять 25-й здесь сейчас. Дожить. На 40-й минуте может быть даже книгу. По сравнению с тем, что он, конечно, все это берет. Но, опять же, у него не хватает именно того самого кэря. Вайда, который бы зашел и всех убил, пока феникс все это делает. То есть, ему нужно задизейблить так много, чтобы... Рефрешер нужен. Мне нужен рефреш. Скорее тогда. Чтобы выиграть и самой секундой. Крепски подседовал неудачный. Не заскидал там, где нужно. Так, морфа тут пытаются подсейвить. Два чакрама. Ну, он просто зашел, спилил. Барак, спилил вышку. Вот эти бафы в виде... Медальки грейжные в виде. Произод атака и аллакарди. И делал из морфа просто машину смерти. Дереген. Здорово! Вопрос только в том, что раньше возьмет. Он с Кадди или все-таки сатаник? Я выбрал сатаник в такой игре. Ну да, много станок. Шейкер очень тяжело затаймить. Делай на статус резистности, которая дается все так. Горбон. Видит двоих. Может, может поднять прямо сейчас. Феникс еще полетел. Но его тоже было видно, там, не кем, что ли? Да, так, Феникс. Нападение, выкидывают Огра. У Феникса уже нет пролета. Но на самом деле можно очень неплохо. Огр поднимает его в торнадо, поднимает Феникса, сбивает ему Санрей. В итоге Огра забрали. Следующий. Он мог бы заултить, кстати, в Феникса. Он решил убить именно Фуриона. Успевает. Чуть-чуть не погиб, на самом деле. Сейчас нужно бежать отсюда. Очень долго взрывается Супернова. И ЛТВ превратился в зомби. Обе стоят. Нападение пошло снизу. БКБ на БКБ на БКБ на БКБ. Есть Экослэм еще? Байбеки пока решают. Ой, какой плохой Экослэм. Просто ужасный. Или, скорее, хороший форстав. Отличный форстав от инвокера. И, тем не менее, начинают разваливаться потихоньку игроки ПГ. Ну, их обилки-то заканчиваются. Герои дважды выкупились. Один Огр, один Фурион. У некоторых было много всего влита. Ибо отдать за это дело двух саппортов, это нормальный трейд. Если сейчас они отойдут и не подфидят дальше. Феникс уже взял книгу, уже взял 22 уровень. Сейчас баунтируны. Да, забираю. Забирают две слева, две справа отдают. И мид неплохо удается пропушить, оттолкнуть. Там до этого профит пытался крипскипать. Ну и, в общем-то, возвращают себе такую инициативу. Сверху начинает уже профит уничтожать вышку. Так, какого уровня будет Феникс? Он все-таки Шиву решает сделать. То есть, для начала вот эти вот ауры. Шрайн минус. Ну, Шива это для Феникс же очень важный слот, потому что работает во время даже формы яйца, и вот эта аура. Аура нужна. Она очень много дает, особенно если успел еще и нажать. Поэтому в плане слома яйца это почти невозможно становится сделать. Даже текущим стапом героев есть там. Не стоять целенаправленно, не юзать птичек, и штабморву вплотную под 7 баф. И вот тогда, наверное, сломают. 25-й Тимберсо, что возьмет? Чутки вряд ли есть. Летает на Тимберсо, вообще, на самом деле, первый спелл этот забавить было бы неплохо. Потому что у морфа статов много, подряд его это всегда приятно. Представляешь, да, когда он теряет там сколько получается? 28% отловка своей. Да. Опять же, легионка, милишник, зомби, тени, вот 3 СВК, с них тоже связали. И еще и силовики. Да, с них связать будет еще и по ХП, серьезную сумму сразу. Да пока думай, то есть вот 24-й, и время есть определиться. Потому что далеко не в каждой игре, необходимо летать далеко. Феникс пока только 23-й. Не хватает ему какого-то XP гейна здесь. Ничего не поделать. Так, ну Огр, кстати, Хекс, вот она. Палочка-вручалочка готова. Тот самый момент, когда это можно решать. Потому что ты, кстати, смотрел последнюю или предпоследнюю ДОТВ? Где команда там красиво на ЛОХП обрывается, хочется их убить. А Огр дает 4 мультикаста с Иулой, и вся команда войдет в все заклинания, потому что летает от Огр в Иуле. Да, неприятно. Ну а здесь вот Хекс, с ним не ошибешься. То есть уточни выдаешь и... Ну, с хорошей верностью хотя бы что-то срабатывает. Феникс? Феникс 23-й уровень. Феникс 3-й надо сбить, сбивают, и не тут как тут. Если вот легионка успеет допрыгнуть... Не надо ломать. Ой, когда-то еще легионка побежала вперед, нужно просто уйти. Не надо просто аккуратно, да, не все потрачено, и это вот шанс пойти и чуть ли не закончить игру прямо сейчас. Плохо, очень плохо. Правда, тому удается разбить. Ну, есть 2-я, есть 2-я. Есть 2-я, но она уже поставлена, и очень далеко. Врывая, забирают Феникса. Дуэль шейкера, ну вот этот тот самый Морф. Под бафами, под всем чем только можно еще, и берет. Добирай себе топ сил, потому что его огоним в виде зомби. Он ДД. Он же избирает себе эту силу, на самом деле. У него маленький холдаун, у него далеко все колдун, кастуется. Ну вот, а и стоит на Фил, у него все ее за, из нее 3600 хп в форме зомби. 3600. Да, очень-очень неважный гео кастлэм пошел секс. Напоздавано. Но этого недостаточно. Реально поздавано. Еще и побеги делают, еще и еще. И выкупает Феникс, выкупает Стимбер. То есть четыре героя уже. Даже мы без байбеков. Не, ну в принципе, по золоту все еще не так плохо. Байбеки, да, потрачены. Но с другой стороны, Эхо Слэм вот так вот просто в никуда был потрачен. Самое главное, Супернова. То есть нужно навязать какую-то драку, чтобы Супернова стояла и враг не мог убежать. А получается так, что Супернова ставится либо очень далеко, либо... Или хотя бы так, что ставите яйцо, чтобы, допустим, заделить, но команда Рошан забрала. То есть какие-то действия провернула. А так, то есть смотришь, и в итоге с этого никакого эффекта не получается. Ну и все еще для меня вот не до конца понятно, кто же победит. Потому что Морф, по-моему, уперся в свой пик силы какой-то. Ну почему он может есть агоним? Можете купить Мэншард? Да, но уже это вот будет маленький, маленький прирост, на мой взгляд. Хорошо, купи бабочку. Относительно того же, например, какого-нибудь Феникса, который, самое главное, 25-й получит. Вот, относительно Шейкера, у которого пока очень-очень мало. То есть все герои продолжают подрастать. Не знаю, смотрю на эту Морфа, вот эти 300 миллионов урона, вот эти все бафы, которые на него кидают, его гигантская скорость таки. То есть даже сейчас он бьет 3 раза в секунду, под бафом он бьет, я думаю, раз 5. Он взял мультиадаптив, кстати, напали на кого. На браво. Ой, 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 ой. Гуэль успел, ходит. Гуэль успел. Гуэль успел, да, и 117 секунд. Снизу пропушил Шейкер. Тут до конца ему надо идти. Я не знаю, кстати, знаешь, что, да, байбэк, аж нет. Прям вот шток, что выкупался. Ничего с ним не поделать. Так, я... Профит телепортируется. Ну, тут как бы не потерять, на самом деле, просто все. Седой закрывает. Морф я бы быстрее ломает. Вот 7 бафов. Профит. А у ЕПР за атаку, посмотрели на скорость таки. Он реально бьет 5 раз в секунду. Там тем временем летает у нас Шейкер. Попытка напасть на профит. Но есть БКБ вообще, по идее. Нажимает БКБ. Дерется до конца, начер с профит. Просто до конца гейминг. Но аганима нет. Умирает. Байбэка тоже нет. Фрегает Шейкер. Но тяжело убить Инвогера, если ты его не видишь. Но в это время там Морф добивает уже всю базу. И Санстрайк залетает очень хороший в Шейкера. Фрегерой без Байбэка. Санстрайк не показал, как убивают Феникса. Скорее всего, успею. Да, ну... Да, у ЕПР за атаку. До свидания. Байбэка тоже нет. Бутин, ну все. Даже 25-й и с цитаганимом ему бы, конечно, не помогло. Его бы мог спасти Огрс, мультихексовно, по четверым. Но чего нет, то нет. ГГ, все. Поздравляем команду ПГ с тем, что не точно в закрытых ухвалах попадают на первую строчку. Если ты мне ничего уже не поделаешь. У них 6 очков. У них 6 очков, да. И параллельные команды, которые могли бы набрать 6, не могут сделать это обе. То есть в случае с 2-0 в пользу Гамбита у них 7. В случае с 2-0 в пользу с 7-8 у них тоже 6. А у Гамбит 5, ну и 1-1, у Гамбитов 6, у этих ребят 5. Ну, то есть никаким макаром никто их оттуда уже не выкинет. А у Позитив, точнее у Вау Флауэрс, еще прошлая игра была решающей, которая для них порешала все, и они точно не выходят. Но теперь они не выходят еще сильнее. Получается, в следующем матче 177-м нужна победа 2-0. Да, 177-м нужна победа 2-0. Гамбиты достаточно выиграть одну, чтобы гарантировать. Если Гамбит выигрывает одну, то следующие три карты ничего не решают. Все так, все так, а пока мы с тобой ползаем. Какой отстой? Что поделать? Ну, я опять же спросил, может там что-то сейчас порешают. Может каких-то из этих игр в итоге не будет, потому что потенциально могут быть переигровки большие на первом стриме. И смысл устраивать их или ненужные игры на втором. Как-то так. Что, Го? На перерыв? Го. И там посмотрим. Спасибо. Спасибо.